Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Глеб Жемчугов спросил свою жену, не хочет ли Оля родить ему дочку. Молодая мама считает, что еще слишком рано, ведь маленькому Мише всего год, и она совсем недавно пришла в форму после первых родов. Да и вообще рожать еще раз желания у нее нет. Подписчики поддерживают Олю, они пишут, Глеб очень ненадежный спутник, он боится ее успеха и хочет связать по рукам и ногам домом и детьми. И правильно, Оленька, хватит сыночка, с таким-то мужем сто раз нужно подумать, стоит ли. Элла Суханова и Игорь Трегубенко провели предсвадебную фотосессию. Зрители пишут в комментариях, скучные участники, скучная будет свадьба. У Игоря лицо, как будто эти свадебные шарики не в руке, а на шее. Татьяна Родионова, та, что пришла к Денису Козловичу, проводит много времени с Семеном Фроловым. Он учит ее играть на своем любимом инструменте. Татьяна, бывшая сотрудница телепроекта, она до этого работала на Сейшелах. И с Семеном она знакома еще со времен съемок его клипа. Сергею Смирнову, которого выгнали на последнем голосовании, очень понравилось на проекте. Он обещает вернуться и пишет. «Я думаю, что вернусь во второй заход. Жду, пока поменяется женская спальня на хороших, красивых, сексуальных девушек». Вика Романец от души отсыпается и забирает свои вещи с поляны, которых накопило за время нахождения на проекте очень много. Она пишет. «Доброе утро! Наконец-то я поспала за год и семь месяцев. Вечером на поляну за вещами. Заказала грузовую машину. Жесть!» Андрей Черкасов и Женя Кузин находятся в Новороссийске. Они проводят мероприятия, поют песни, дарят людям улыбки. Илье Ябарову есть чем похвастаться. Он приглашает всех на ближайшие концерты в Саратове, в Казани и Екатеринбурге. Также назначены даты осенних концертов в Иркутске, Брянске, Оренбурге и Рязани. Также планируется она по Сочи и Крым. Кто придет на концерт Ильи с собственной записью, получит шанс записать с Ильей совместную песню в Москве. Тата Абрамсон пополнила ряды участниц проекта, которые увеличили себе губы. Эту процедуру она провернула бесплатно за рекламу. В соцсетях появилась новая группа, в нее объединились девушки, которым Черкасов присылал свои интимные фотографии. Они обмениваются снимками Черкасова в стиле ню и рассказывают друг другу смешные истории своего знакомства с Андреем. Реакция Андрея долго себя ждать не заставила. Одной из девушек он начал откровенно угрожать. Вова Гаути показал снимок из своей ранней юности. Здесь ему 16 лет, он катался на скейте, был один из лучших в своем городе, его даже показывали по региональному телевидению. Молодец, Вова! Андрей Чуев ответил на самый главный вопрос, который задают поклонники телепроекта постоянно. Есть ли на Доме 2 сценарий? Конечно же нет, ответил он. Вряд ли Винцеслов сможет выучить хоть какой-то сценарий. И также многие участники телепроекта. Так что сценарий один – это жизнь. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!